Всем привет! Вы на моем канале «Я бы хотела знать раньше» и тема сегодняшнего ролика «Как не потерять себя в отношениях». Как по мне, очень интересная тема, и вот грань того любви, заботы и вот растворения в человека, она очень тонкая, потому что любовь и проявление заботы — это на самом деле очень важный момент, и его нужно проявлять. Но вот есть несколько пунктов, которые нужно соблюдать для того, чтобы вы были счастливы и в здоровых отношениях. Ну что, начнем? И первый пункт у нас — вы всегда жертвуете своими планами. Это нормально иногда подстраиваться под человеком, бывают разные ситуации, но то, что для вас было очень важно раньше, с появлением его в вашей жизни — все. Это для вас уже неинтересно, когда тебе удобно, тогда им неудобно, я все сделаю для тебя. Это именно тот момент, когда вы жертвуете постоянно что-то, это происходит постоянно. Вы подстраиваете свой график под него. Например, у вас были планы пойти на спорт, встретиться с подругой, не знаю, прочитать книгу, может, вы любите просто кофе попить наедине, встретиться с родителями. И вот все это вы отменяете, и вот на первом плане только он. Конечно же, я понимаю, что когда вы строите уже свою семью и отношения, все это уходит на второй план, но не навсегда. Я вот сейчас не говорю о том, чтобы вы взяли сейчас подруг и пошли куда-то на всю ночь в клуб какой-то. Нет. Можно пойти покушать какой-то вкусный ужин в ресторане, прогуляться по парку, пойти в театр, кино. Есть разные развлечения, моменты, где можно провести хорошо время с друзьями и разгрузиться. Вы должны понять, что у вас должен быть какой-то баланс. Потому что со временем, если все на это вы закрываете глаза, приходит момент, и вот вы думаете, «Боже, а что мне делать без него? Кто я без него?» А вы вот остались без друзей, без ваших интересов, может быть, у вас испортились отношения с родителями. Вот вы одна. В этот момент, конечно же, вот вы думаете, ну действительно, кто я? И что мне делать вообще в этой жизни, если никто не существует вокруг меня? Только он. И вот вам не грустно от мысли того, что через несколько лет вы поймете, что вы прожили не свою жизнь, а жизнь другого человека? И вот потом придете к нему с претензиями, «Я тебе всю жизнь отдала, а ты мне что?» Ну, приехали. А вас никто об этом и не просил. Второй пункт — это ты никогда не знаешь, что ты хочешь. Ну, а если быть точнее, ты хочешь то, что ему он хочет. Ну вот пошли вы в ресторан. Ну, что ты будешь кушать? Ну, что ты будешь, то я буду. А хочешь фильм посмотреть или пойдем прогуляемся? Ну, как скажешь, так и будет. Обожаю это. Это даже в контексте с подругами или с какими-то другими людьми, когда имеешь такую ситуацию, это немножко подбешивает. Почему ты не знаешь, что ты хочешь? Вот пришли ко мне в гости подруги, да, и я предлагаю, вы будете американо или будете лата? Ну, я не знаю, что ты хочешь, что то и делай. Но я же не могу чувствовать, ну, что ты любишь. Я не понимаю твои вкусы. У меня есть возможность сделать и это, и это. Ты только скажи мне, почему я должна выбирать вместо тебя? А это потому, что вы хотите быть удобной, казаться, что вы самая лучшая, что вы идеальная пара для него, потому что у вас одинаковый вкус. Вы знаете, одно это, когда вы пошли в ресторан, и ты говоришь ему, ну, вот ты уже был тут раньше, что ты можешь мне порекомендовать? На самом деле, со стороны это выглядит как несамодостаточный человек, который вообще не знает, что он хочет от своей жизни. Маленький ребенок, застрявший во взрослом теле. Но вы понимаете о том, что вы, когда идете на свидание, вы не идете с мамой или с папой, который будет решать за вас какие-то проблемы. Это что-то другое. Следующий пункт у нас — имей свое дело. Работай, займись каким-то хобби, иди учись. Домохозяйство тут не подходит. Я была в такой ситуации, знаете, когда не работала, делала кушать, уборку, занималась вот уютом, хорошим этом не закончится. Конечно же, есть девчонки, которые любят заниматься домохозяйством и не хотят выходить на работу, у меня нет никаких претензий. Но вот таким методом очень-очень легко потерять себя. Во-первых, ты очень редко куда-то выходишь, и у тебя не происходит какая-то коммуникация с другими людьми. И ты всегда наедине с собой. И со временем это становится хуже и хуже, потому что твой молодой человек, он идет на работу, у него есть коллеги, он общается, устает, приходит домой, он хочет уже отдыхать. А ты вот полна энергии, и ты хочешь сделать красивый макияж, одеться, выходить, прогуляться. А он уже уставший, он за весь день получил уйма по литру эмоций, коммуникаций. Он хочет просто прийти домой, отдыхать, покушать, объятия от тебя получать и посмотреть какой-то фильм. И вот, к сожалению, со временем становится все хуже и хуже. Во-первых, у вас не появляются новые темы для разговоров. А во-вторых, ты начинаешь ему созванивать по сто раз по телефону. А ты меня любишь, как у тебя дела, вот ты был онлайн, почему ты мне не написал. Может быть, он был занят, он просто там, не знаю, коллегам написал что-то в чате. Я вам дам еще такой пример один. Вот, например, вы начали отношения вот с такого уровня, одинаково. И вот ты сидишь дома, ничем не занимаешься, ничем не интересуешься. А вот он понемногу, немножко, немножечко, немножко, может быть, поначалу это даже незаметно. Но понемногу, понемногу он растет. Ментально он коммуницирует, узнает что-то новое. Даже по карьерной лестнице, может быть, он растет, интересы новые появляются. А вот ты вот до сих пор тут. И вот получается, что со временем, ну, через время у вас интересы не стыкуются. И вам кажется, что вы просто разные люди. И, девчонки, давайте мы дадим себе отчет, да? Вот есть такие люди, которые вот встречаются с подругами и вот говорят о том, что вот мне муж не разрешает идти на работу, делают из себя жертвой, да? И вот они, да, поддерживают ее так, что да, вот какой он плохой и так далее. Но на самом деле, если бы он разрешил ей идти на работу, она бы, не знаю, какие-то оправдания нашла о том, что вот, не получается и так далее. И она просто не хочет идти на работу. И ей удобно говорить о том, что ей муж не разрешает. Вот мне, например, если мне не разрешил муж о том, чтобы, ну, чтобы я пошла на работу, ну, как это? Во-первых, я бы не говорила такое подругам, потому что это просто какой-то кринж. Во-вторых, ну, меня никто не держит. Есть такие моменты, когда вот мужчина со временем потихоньку-потихоньку говорит о том, что вот, ну, не крайся так, не одевайся так, ну, не иди на работу, я все обеспечу, не переживай. Ну, зачем тебе идти с подругами увидеться? Ты можешь со мной посидеть, фильм посмотреть или пойдем вместе на свидание. И ты вот, да, да, да. И приходит тот момент, когда вот ты понимаешь о том, что ты просто запустила себя. И вот у тебя нету никаких интересов, у тебя нету работы, как-то не так смотрит на тебя, может тебе сказать о том, что вот ты не такая, какая была раньше. Но, конечно же, ты уже не такая, как раньше. Он же тебя полюбил такую веселую, когда ты работала, у тебя было много энергии, занималась спортом, не сидела дома. Вот мужчины иногда не понимают, или они специально так делают, я не знаю, но вот запрещают макияж делать, одеться как-то, какие-то покупки делать, увидеться с друзьями, на работу выходить. Но запрещая вот все эти пункты, вы лишаете женщину личности, вы лишаете ее эмоциями, энергии. Почему бы вам не восхищаться, наоборот, своей женщиной, о том, что она добывается каких-то успехов, потому что она такая классная, и вся эта энергия, которую она берет вовне, она приходит домой и отдает вам в тысячи раз больше. Следующий пункт, он прям очень классный, я его обожаю, вот выделите время для любви и ласки вдвоем. Вот, например, вы пришли с работы, и вот вы даете себе час-два для того, чтобы поухаживать за ним, да, сделать кушать ему, не знаю, обниматься, целоваться, говорить о том, как вы сильно его любите, и получать это взамен, это очень круто. Вот есть такое мнение, что со временем, когда у вас есть уже свой быт обычный, пропадает какая-то романтика, но нет. Обед. Вот я вам говорила о том, что нужно выделять время для любви. Это можно сделать не только, когда вы оба дома. Вот, например, вы уехали утром на работу, можете писать, я на месте, все хорошо, я тебя очень сильно люблю, желаю хорошего, продуктивного дня. И на обед тоже пишите ему, как дела, у меня все хорошо, жду с нетерпением вечера. И перед тем, как приехать домой, тоже можете писать ему, я тебя очень сильно люблю, скоро буду дома, жду тебя. Это очень крутой метод для того, чтобы выдержать коннект с друг с другом и дать партнеру понять о том, как вы сильно его любите. Это круто, я пользуюсь этим до сих пор. И следующий пункт у нас, займитесь своим телом. Спорт, питание, медитация, йога, пилатес, все, что вы хотите, что вам нравится. Не обязательно покупать дорогущий какой-то абонемент, можете дома заниматься, выходите, бегайте. Это очень крутой метод для того, чтобы освободить голову и чувствовать себя намного легче. Во-первых, это время для себя, во-вторых, тяжелый спор дает вам очень крутую энергию творить и делать что-то большее, какие-то новые идеи. А в-третьих, это здоровье ваше, выносливость, и в минус вам не пойдет. Это очень хороший бонус, когда вы смотрите в зеркало, и вы начинаете нравиться себе и быть более уверенной. Вы знаете, в целом, когда меня спрашивают о том, что такое уверенность в себе, для меня это вот все пункты, которые мы сегодня с вами перечислили. Потому что я могу быть уверенной в себе, когда у меня есть своя работа, свои интересы, свой круг общения, когда я хорошо выгляжу, когда я занимаюсь спортом. Следующий пункт у нас, это финансовая свобода. Это тесно связано с работой, но все-таки, да, деньги для нас тут важны. Не важно, какая это сумма, вы должны иметь свои деньги. Для того, чтобы вы просто базово пошли, купили себе прокладку без того, чтобы вы просили у мужа деньги, да, на укладку, помаду, вещи какие-то. Может, вы хотите выходить в город, выпить кофе с подружкой. Это нам дает поток энергии и какую-то уверенность в себе. Деньги все-таки дают нам очень большую часть свободы. К сожалению, очень многие женщины зависимы от своих мужей именно в финансовом плане. Это нужно скорректировать. Неважно, какую сумму вы будете зарабатывать, вы начните с чем-то малым. Вам это уже будет давать какую-то уверенность в себе и какую-то финансовую независимость. Следующий пункт, я его просто обожаю, это что мы сделали сегодня для себя любимым. Это может быть абсолютно что угодно. Макияж, уход за собой, укладка, маникюр, педикюр, купили себе джинсы, пошли в театр, выпили кофе куда-то в город. Вот, исполнять свои базовые желания, которые делают вас счастливыми. Вот это мелочь, но от этого вы становитесь более окрыленными, более нежными, более такие подвижные, все для себя любимой. Прям чувствуете о том, какая вы красивая и о том, что вы достойны этого. Ну вы действительно достойны этого, вы достойны всего самого лучшего. И в завершении этого видео давайте мы уточним шаги, которые мы должны сделать. Первое у нас свои интересы. Второе, знай, что ты хочешь от своей жизни и знай, что ты хочешь кушать. Третье, это у нас работа, хобби, круг общения. Четвертое, извините, это время для любви, выбираем. Пятое, займись своим телом, спорт, да, йога, медитация, пилатес, выбирай абсолютно, что ты хочешь. Шестое, финансовая свобода. Седьмое, что мы сегодня сделали для себя, любимых. А вот вы знаете, я сейчас осознала о том, что все пункты, которые мы перечислили с вами сегодня, в этом и состоит наша маленькая хрупкая жизнь. Поэтому давайте мы ее будем беречь, будем счастливыми, будем радоваться и сполна наслаждаться моментами. Желаю вам, чтобы все ваши мечты как можно скорее сбылись. А я вас люблю, целую, обожаю. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк, комментарий, поддержите меня. И дальше больше.